Друзья, всем доброе утречко. У нас начинается новый день. Сегодня у нас прекрасный пасмурный день. Я даже сказал не просто прекрасный пасмурный день, а сегодня день какой-то даже немножко прохладненький, потому что вот залез в бассейн и даже как-то прохладно стало. На самом деле утро у меня началось с 4.30 утра. Я проснулся. Думал, а не прокатиться ли мне по ночной Паттайе? Друзья, всем доброе утро. Я выехал, хотел, знаете, покататься на рассвете, а в Паттайе, как всегда, утренний дождь. Точнее, это называется, наверное, ночной дождь. Вот так я выгляжу. Короче, купил только что в 7-11 вот этот чехольчик на себя. И вот так вот катаюсь. Сейчас доеду обратно домой, потому что выехал, была хорошая погода, а во время поездки начался дождь. Вот так вот. Вот так вот началось мое доброе утро. Остановился позавтракать, возьму себе каких-то грибочков, палочек, листиков. И, в общем, всего разного на палочках тут продают. Я сделал отдельное видео, наверное, про утро в Паттайе, потому что, на самом деле, очень классная атмосфера. Город не спит. Вот. У некоторых, скажем так, вот продолжается ночная жизнь. Ночная жизнь здесь продолжается до 7-8 утра. Люди возвращаются, кто-то даже к 10 утра возвращается домой после ночных гуляний. Про это, наверное, будет отдельное видео. А я поел грибочков, палочек, листиков. И прямо аж так на сон пробило. Наверное, еще посплю. И буду продолжать день. Хотел поговорить об очень важных вещах по поводу развода в Таиланде. Но, мне кажется, это касается, наверное, не только Таиланда, но и также других стран. Просто, чтобы были очень-очень внимательны, потому что многие люди попадаются на этот развод. Первое, что я хотел сказать. Так, мне задавали вопросы по поводу аренды. Говорили, Алексей, в каком комплексе ты живешь? Смотрите, я живу в комплексе, называется Ривьера Джамтьен. Вот, находится в Паттайе. И спрашивали, сколько стоит... Ну, я уже как бы это озвучил, но у меня люди все равно спрашивают. Смотрите, под видео будет ссылка. Это группа в Телеграме компании Royal Property. И вы можете перейти, и там есть четкий раздел, например, Ривьера Джамтьен. И там есть разные квартиры, представленные в этом комплексе. И можете перейти, посмотреть видеофото, и там стоимость написана. Вот, это первое. Второе, развод. Вот, по поводу развода. Потому что уже несколько человек, вроде бы, как попались на этот развод. Смотрите, арендой занимается Евгений. Вот, мы с ним записывали видео. Получается, посторонние люди создают точно такой же аккаунт, как у Евгения. Ставят его аватарку и ставят... А, и точно такое же название делают. Единственное, какое название нельзя скопировать, это название, которое пишется там через собачку. Вот, оно уникальное, поэтому его скопировать нельзя. И, по-моему, вот эти люди через вот этот левый аккаунт, ненастоящий, он прям похож на вот этот аккаунт, который у Евгения. Они связываются с людьми через группу и, короче, просят как-то так задаток. Я так и не понял, как эта система точно работает. И люди отправляют им задаток. Ну, потому что, если вы хотите арендовать квартиру, там просят задаток. Мы об этом с Евгением и говорили, то есть это нормально. Вот, и это касается вот не только аренды. Я смотрел даже, например, экскурсии люди бронируют, то же самое. Там копируют их аккаунты и пишут с посторонних аккаунтов. То есть берут с людей предоплату. И получается, люди отправляют в никуда деньги. Так, как с этим бороться? Просто будьте очень внимательны. Второе. Например, если вам прислали реквизиты, вы можете перейти, например, на официальный сайт компании Royal Property. Там ссылка на него будет под видео. И там написать руководителю и спросить, это точно ваши реквизиты? И вам скажут, да, это наши реквизиты. Вот потому что некоторые так и сделали. Они прислали реквизиты, а им написали, нет, это не наши реквизиты, это мошенники. Вот, поэтому будьте очень и очень внимательны. Потому что развод очень распространенный. Касается, наверное, не только Таиланда. Вот я просто знаю по аренде, по экскурсиям вот услышал, мне люди рассказывали то же самое. Вот. И как бы будьте очень и очень внимательны. Я надеюсь, понятно объясню. Ну, в общем, по поводу аренды, ссылка будет под видео. И я оставлю, наверное, ссылку на аккаунт Евгения. То есть там через собачку, это как бы уникальное название. Мы не знаем, вот на всякий случай, что вы... Ну, короче, будьте внимательны, пожалуйста. Потому что, повторюсь, это касается не только аренды. Пускай даже вы не собираетесь ехать в Таиланд. Например, вы хотите там где-то в другой стране что-то арендовать. Будьте просто внимательны. Потому что очень распространенный развод. И прям что-то я смотрю, прям активизировались вот эти вот мошенники. Такая же ситуация, например, может быть там и с моим каналом в Ютубе. Я видел такие штуки, делаю там и с другими каналами. Просто ставят мою аватарку, называют канал Алексей Крылов. Но как бы это, понятно, не мой канал. Ну, например, там где-то кому-то что-то в комментариях написали. Люди даже не разбираются, думают, я написал. Но, во-первых, у меня галочка есть, как бы официально. Канал подтвержден, проверен. Вот. Но когда переходите на этот канал, просто даже многие там не переходят. То есть видно, что это канал не настоящий. И вот это уникальное название, то есть оно подделанное получается. Вот. У меня, по-моему, Крылов Ютуб. А там может быть Крылов Ютуб 1, Крылов Ютуб 5, например. Вот как-то так. В принципе, похоже название, но видите, отличия есть. Это я вот в двух словах как-то вам попытался объяснить. Сегодня пойду в очень классное место. Короче, это такой ресторан, но он необычный. Я когда туда пришел, я вообще не понял, что там, как делать, как там есть вообще надо. Представляете, не знал, как есть. Вот. Но потом местный тайец, мы просто тут познакомились с тайцем, разговорились. Он на тайском, я на русском. Вот. Нашли общий язык, и он мне показал это место. Я, то есть, показал, что и как надо делать. Мне прям очень понравилось. Ну, возможно, многим не понравится, но я вам покажу. Если кто-то приедет. Так, смотрю, что там такое сидит. А, это листик. Все нормально. Сейчас, кстати, думаю открыть карточку, сделать тайскую карточку. Напишите, тема открытия карточки вам интересна или неинтересна. На самом деле, ее можно сделать очень просто. Ну, понятно, за деньги, вот. Но делается очень просто. А так, меня еще спрашивают, нравится тебе вот, например, вот этот комплекс не нравится? Я вам скажу, мне вот этот комплекс прям очень нравится. Прям, не знаю. Мне нравится за то, что здесь очень спокойно. Вот даже если говорить по ценам, я считаю, цены здесь очень классные. Но я, знаете, сравниваю с Европой. Потому что, например, здесь, вот в этом комплексе, по-моему, от 600 евро можно снять квартиру. Ну, там тоже. Даже, вот, скажем, в лучших комплексах, например, там, если начинать, там, от студии, вот, лучше, что здесь есть, вот, то, там, скажем, от 500 от 600 евро можно найти. Вот. И, ну, короче, скажем, до 1000. До 1000 евро в месяц. Там, может, там, две комнаты, одна комната. Ну, к чему я говорю, что после Европы, то есть там за 1000 ты, как бы, не особо такое снимешь жилье. А здесь ты можешь рассматривать до 1000, ну, в районе 1000. Это лучшее. Лучшее, что у тебя может быть. Бассейны на крыше, сауны, хамамы, бассейны. Видите, бассейн у нас вот внизу такой еще есть. Два спортзала здесь. Поэтому цены очень крутые. И ты уже, как бы, живешь, скажем, такой вот. Лакшери, бриллиант, диамант, как я люблю говорить, рубин, сапфир, сегмент. Я вам скажу, что комплексы, понятно, здесь разные. И разные правила в этих комплексах. Сейчас вот на примере нашего скажу. У нас, например, сейчас сделали Face ID. И, чтобы вообще посторонние не могли сюда заходить. Потому что сейчас вот в обычном комплексе заходят по карточкам. А тут делают Face ID. То есть, в принципе, ну, сейчас я могу зайти по карточке. Но лифт уже без Face ID не поедет. То есть, нам в офисе сканировали лица. И поэтому даже карточку, потому что карточку можно подделать, например. Там дубликат заказать, кому-то отдать. А вот если лицо не отсканировано, то все, никуда не уедешь. Еще плюс этого комплекса, что здесь, например, ну, вот в других, например, я знаю, можно выйти на улицу, там общественные зоны, можно поесть, там, скажем, попить. А здесь это все запрещено. Нельзя есть на территории, нельзя курить. Для собак и кошек, по-моему, здесь отдельная зона есть. Нельзя дуриан заносить. Вот. Так, выводить животных в общие зоны не разрешается, пишут. Ну, хотя тут отдельная зона для них есть. Потом нельзя употреблять марихуану здесь, на территории. В общем, такие ограничения. Но, считаю, это даже плюс. Вот. Поэтому здесь тишина, спокойствие. Также, вот, например, здесь запрещено, например, если у вас есть квартира, сдавать через booking, R&B. Ну, скажем так, вот, на пару суток, чтобы не было тут, скажем так, вокзала-базара. Получается, аренда только от месяца. И вот здесь тишина, спокойствие. И прям очень хорошо. Но это, знаете, зависит тоже от управляющей компании, как управляют комплексом. Вот в их дривьерах управляют, я заметил, очень хорошо. Здесь чистота. То есть очень хорошо. И комплексу, кстати, 7 лет, я там уже говорил, он в идеальном состоянии. Давайте зайдем в 7-Eleven, купим кофеечек. Ну что, теперь уже точно, официально, доброе утро уже, как бы, с кофем. Поэтому можно смело говорить доброе утро. Потому что мне зрители говорят, Алексей, как это так? Когда ты не пьешь кофе, значит, у нас не наступает доброе утро, потому что зрители пьют кофе вместе со мной. Вышел я на пляж. Вот, кстати, ночью дождь был такой нормальный. Ну, я думаю, еще часок, и все подсохнет. Еще чувствуется, вот, песок немножко влажный, я хожу. Рано утром, получается, небо было затянуто, из-за того, что, как бы, был дождь. Ну, назовем его утренний, ночной дождь. А сейчас, как бы, облака все уходят, и днем почему-то дождей здесь нету. Хотя иногда бывает, вроде бы, покапывает. Вот, как-то очень странно, из-за чего так происходит. Вот, по ночам есть, днем. Вообще никогда днем не видел, вроде бы. Чтоб ливень какой-то пошел. Только ночью. При этом я уже, знаете, уже несколько раз просыпаюсь где-то в 4 утра, и прям вот идет такой хороший дождик. Ну, вот он прошел, сейчас все высохнет, и как будто его не было. Приехал я на набережную Джамтьен. Ну, в принципе, это, вроде бы, даже не Джамтьен. Что здесь пишут? Донгтан, Паттайя-бич. Вот, как у людей начинается доброе утро. Смотрите, вот просто сели на земле, взяли какую-то еды на улице, там, либо на тачке. Вот у них, кстати, очень вкусная еда. Ну, главное, чтобы свеженькая была. Вот, если много людей у них покупают, значит, свеженькая. И сели вообще, то есть люди не парятся, сели и едят. Мне часто спрашивают, ну, вообще говорят, что здесь плохое море в Паттайе. Ну, как плохое? Получается, оно, скажем такое, не голубенькое, не прозрачное, не манящее, как я показывал в предыдущем ролике на видео. Мне спрашивают, вообще кто-то здесь купается или нет. Но я вот постоянно хожу, даже вот сейчас вот утро, и смотрю, люди все равно здесь плавают, купаются. На самом деле сейчас очень много, я вот прошелся по набережной, очень много спортсменов. Люди бегают, катаются на велосипедах, либо просто ходят. Так, смотрите, шезлонги стоят 50 бат. Вот, но они бывают разные. Это, знаете, такие, скажем, сидячие, есть лежачие. Люди просто, как бы, ходят вдоль моря. Ходить, кстати, тоже полезно. Кто-то купается. Меня терзают смутные сомнения, что, мне кажется, как будто сейчас и днем дождь пойдет. Потому что, смотрю, облако прям движется. И там вот уже здание, это я там был в самом начале, начинал видео оттуда. Так, где-то там был. А нет, я был ближе. Получается, там оно все затуманено. Короче, дождь идет. Наверное, и сюда придется, посмотрю. Увидим ли мы дождь днем или не увидим. А так, видите, в принципе, сейчас утро и людей мало. Видите, вода здесь непрозрачная, поэтому она особо так не манит. Но очень пахнет морем, очень пахнет. Я даже вот на балкон выхожу, прям такой морской запах насыщенный по утрам чувствуется. Смотрю, здесь прибивают много разных ракушек. Вот даже если по мусору смотреть, мне кажется, пляж здесь чистят. Я просто вижу, здесь ходят уборщики. И видно даже следы от граблей. Вот, видите. Очищают его как-то тут. То есть песочек тут хороший. Смотрю, здесь на пляже какие-то норки. Засунуть туда пальчик или не засовывать, как думаете? Думаю, не надо. Я так понимаю, некоторые сюда откуда-то рано приезжают. Либо это после ночных клубов. Человек вот, ну, как бы видно, он хорошо одет. Ну, просто вот лег под стеночкой и сидит. Так вот, интересно, он утром заснул, либо он так всю ночь спал. Наверное, сейчас куплю себе каких-то фруктов, съем. И, наверное, нужно уезжать, потому что прям как-то очень быстро облако движется. Вообще, у меня сегодня день занят. И сегодня, знаете, такое короткое видео будет. Вечером схожу вот в необычный ресторан. Надеюсь, будет интересно. Вот, а так я просто пойду в школу. А вот в этой школе, куда я иду, сказали, снимать нельзя. Поэтому это так будет. Я чисто посмотрю для себя без видео. Потому что тут за съемку в школах надо договариваться. То есть, знаете, ну, это, наверное, сейчас во всех школах, чтобы и детей не снимали. Вот, например, даже в Испании на всех праздниках как бы снимать можно. Но там прям, знаете, предупреждение высвечивается. Если выложите эти видео в социальные сети, то там прям какие-то штрафы. То есть, это прям серьезно. Ну, чтобы детей в соцсети не выкладывали без разрешения родителей. Но я считаю, это правильно. Вот. И то, что здесь это работает, тоже, в принципе, отлично. Я вот, например, снимал до этого школу. Мы договаривались по поводу видеосъемки. Спросили, можно ли проснимать или нет. Плюс они потом просматривали это видео. Вот. Поэтому все, скажем так, с одобрения происходит. Ладно, буду садиться на свой байк. Наверное, еще немножко прокачусь. Так, здесь есть где такая машинка. У меня как раз манго закончилась. Давайте 3 килограмма за 100 бат возьмем. И может взять еще вот этого. Мангустина. Тоже, кстати, очень вкусный. В принципе, тут все фрукты вкусные. Затарился фруктами. Это на 200 бат, короче. 3 килограмма манго, скажем, 3 бакса. И тут, наверное, килограмма 3 тоже вот этого мангустина. Его еще называют, знаете, как-то он похож на чеснок, когда его почистили. Но он очень сладкий, вкусный. Тоже вот на 3 бакса набрал. Но мне этого на неделю, наверное, хватит. Я сейчас стал мало фрукта есть. Ну и наем. Просто они лежат в холодильнике. Иногда, знаете, приходишь, что-то хочется перекусить. Вот взял фруктов, поел. Я вот в предыдущем ролике спрашивал, почему тук-тук называют тук-туком. Мне зрители вот написали, тук переводится с тайского как дешевый, по-моему. Вот что-то с этим связано. Я считал информацию, что говорят, на самом деле это не так почему-то. А тук-тук это от слова... Вообще тук-туки, если посмотреть там вот в Бангкоке какие тук-туки. Или я, например, когда был в Индии, там тоже. Это моторикши. То есть это, скажем, обычный такой мопед, но к нему приделан еще, скажем, такой вот кузов, куда могут сесть люди. А так из-за того, что это... У него двухтактный двигатель, и вот поэтому назвали тук-тук. Якобы это из-за звука двигателя, то есть из-за его работы. Вот как-то так вот. А здесь тук-туки получаются не вот такие вот моторикши, а это, скажем, ну такие нормальные машины, только ты садишься в кузов. Вот, но все равно называется тук-тук. Вот, может, в принципе, действительно оно пошло от слова дешевый. Потому что, похоже, на тайском тук это как-то так и будет дешево. Ну что, у нас уже стемнело. Смотрите, в общем, показываю заведение. Я первый раз такое здесь пробовал. Я не знаю, такое еле-не еле. Давайте смотреть. Вот такое заведение. Это, наверное, китайская кухня. Да, китайская кухня. Получается, называется оно Шабу-буфет. Давайте покажу, как это дело работает. Смотрите. Так, я сажусь на место. Смотрите, здесь вот такой вот котелок должен стоять. Так, вот водичку выбирайте, которая будет в котелке. Наверное, вот эту вот Спайси. Итак, мне сейчас принесут вот эту водичку. Я могу здесь регулировать температуру. Ну, как бы, если оно будет кипеть, могу там уменьшать. И здесь ездят тарелочки. Итак, вот это я, если честно, не понимаю. Тут какая-то зелень. 5 бат, 20 бат. Спасибо, принесли мне воду. Желтые тарелочки 20 бат. Зеленые 30, красные 40 и темные по 50 бат. И получается, вот они ездят, я выбираю вот эти продукты и сам это все буду готовить. А, здесь, наверное, застежки. Видите, застежки зеленые по 5 бат. Если застежка оранжевая, 10 бат. И вот тут разные цвета, ну, вот этих вот прищепок. Итак, принесли мне котелок. Сейчас он будет закипать. Принесли мне тарелочку. Все. Поставили температуру на максимум. Принесли тарелочку, палочки и ложечку. Ну что, давайте будем готовить. Так, цены я сказал. Ну, получается, не желтые, а оранжевые тарелки. И сейчас вот оно будет ехать. И я буду выбирать, что я буду готовить. Черные тарелки по 50 бат. Это у нас мясо. Я, наверное, сейчас хочу каких-то... Наверное, какую-то курицу возьму. Водичка, видно, закипает. Видно, что перчика они не пожалели. Так, я взял курицу. Только вот это вот... Что это такое непонятное? Оно нам не надо. Итак, как это все работает? Смотрите. Вот это взяли. Теперь берем просто... А, еще возьмем, наверное... Вот такие водоросли. И это все помещаем сюда. Затем мясо тоже. Сюда одной рукой очень сложно это делать. Короче, нужна вторая рука. Также сюда можно добавить лапши. Все. И смотрите, оно готовится. И теперь что? Мы просто это все вылавливаем и едим. Выкладываем на тарелку. Готовится оно очень быстро. Напишите, ели когда-то такое или нет. Я вам скажу, оно очень вкусное. Единственное, вот сейчас лапша. Приготовится и будет вообще супер. Мясо готовится очень быстро. Возьму еще такую штучку. Просто вот так вот сюда бросаем. Конечно, минус еды, которую готовишь сам, она получается вообще некрасивая. То есть, что-то там наварилось. Набросал себе на тарелку, такая гора не очень. Но если в кафешке идите, то там хоть и красиво вам подают все. Я сюда всего набросал. Какой-то китайский творожок бросил. Но он такой вообще безвкусный. Честно сказать, вообще не особо вкусный. Съел я аж пять тарелочек. Ну, честно сказать, повар из меня никакой. Здесь надо как бы прийти еще уметь это дело готовить. Итак, наел я, знаете, на сколько? На 200 бат. В принципе, можно было еще посидеть. Но что-то я начал это все пробовать. Короче, пойду я куда-нибудь нормально поем. Надо уметь это делать. Такие заведения пользуются здесь популярностью. Но, короче, нужно уметь реально готовить. Потому что я, честно сказать, приготовил что-то такое непонятное. Супер перченое. И, ну, все. Не мое. Ладно, поеду куда-нибудь, поеду. Ну что, дорогие друзья, у нас уже наступила ночь. Чувствую, наелся какой-то гадости. Вот. Особенно вот этот китайский творожок. Я его ем. Он, знаете, с виду как брынза. Но брынза, она соленая. Этот такой пресный. И вот я чувствую, наелся какой-то гадости. Вот так вот. Думаю, можно на всякий случай пойти выпить этот. Знаете, вот средство номер один, говорят, в ТЭЛ-1. Мне зрители писали, говорят, если что-то не то съел. Либо там отравился. Купи белый кролик. Это такая вот бутылочка маленькая. И там беленькая жидкость. Она такая, знаете, очень мятная. И там, например, не знаю, там по полбутылочки. Там может целую бутылочку. Ну, смотря какая бутылочка. Она есть большая, есть маленькая. Маленькую, наверное, можно сразу все выпить. Большую там на три части можно поделить. Вот так вот. Там утром, идем вечером выпить. И говорят, средство номер один. Если что-то не то съел, либо там отравился, то сразу помогает. Вот так вот. Ну, не знаю, может пойти купить. Заодно и вам показать. Вот. Просто чувствую, вот я наелся в этой китайской кухне. И чувствую, как будто гадости какой-то поел. Вот. Хотя до этого ходил. Мне очень понравилось. Но готовил не я. А вот я готовил. Вроде все то же самое. Но что-то вообще не то. Такое вот прям. Ладно. Итак. Заходим в магазин 7-11. Кстати, знаете, что я здесь увидел? Вот удивительная вещь. Смотрите, сейчас пойдем к холодильнику. Алкоголь в Таиланде продается, смотрите, с 11 часов утра до 2 дня. Потом перерыв. Холодильник закрывается. Ну, вот такие вот здесь ролеты. Потом продается с 17 до 12 ночи. И опять на ночь все закрывается. Вот так вот. Видите, какой график продажи алкоголя. Причем это, я так понял, не только в 7-11, это вообще во всех магазинах такое. Представляете? Так. Здесь продается спирт, наверное. Короче, всякие бинты, такие вещи. Скажем, аптечка первой необходимости. Еще много разных лекарств здесь продается. Но вот этого белого кролика, по-моему, здесь нету. Хотел вам показать, как он выглядит. Он только в аптеках, значит, есть. Все, вернулся домой. Взял немножко еще еды в 7-11. Это так, знаете, чтобы она дома стояла. Иногда что-то хочется съесть. Вот. Беру и ем. Вот. Лучше бы вот этого купил, чем сходил в китайский ресторан. Ну что, дорогие друзья, на этой прекрасной ноте будем заканчивать. Это коротенькое видео. Вот. Напишите, понравилось вам заведение с китайской кухней? Либо не понравилось. Я вот шел, хотел вас удивить. Но, мне кажется, не удивил. Вот. Ладно, тогда. Всем всего самого лучшего. Спасибо, что смотрите. И подписывайтесь на канал, если не подписаны. Всем пока. В следующем видео съедим что-нибудь другое, что-нибудь вкусненькое. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok